Всем привет! В прошлый раз мы разобрали инструмент искажения, и я заикнулся, что в следующем видеоуроке разберем еще один связанный с этим инструмент. Так что сегодня добьем тему искажений. Данный инструмент называется преобразование по рамке. Этот инструмент не такой многофункциональный, как искажение, но в некоторых ситуациях может быть более удобным. В частности, если мы хотим поменять человеку волосы или добавить бороду, а также во многих других ситуациях. Для общего понимания работы инструмента откроем изображение. Файл открыть. Переходим в инструменты, преобразование, преобразование по рамке. И первое, что бросается в глаза после добавления данного инструмента, это панель настройки данного инструмента. Здесь всего три строчки, а по сути вообще одна. Сейчас поймете, что я имею в виду. После того, как мы активировали инструмент, курсор поменял свой вид. И мы можем задать эту самую рамку для дальнейшего преобразования. Причем, когда речь идет о рамке, это не обязательно должен быть прямоугольник. Мы можем задать и другую фигуру с гораздо большим количеством точек. Щелкаем в нужных местах нашей картинки. Я задам вот таким образом. При этом обратите внимание на окно настройки инструмента. Точка по умолчанию сразу выставлена напротив значения создать или изменить рамку. Задали необходимое количество точек и заканчиваем с той, с которой начали. Точка в окне свойств автоматически передвинулась на следующую строку. А это значит, мы можем задать деформацию рамки и соответственно искажение изображения. Но прежде чем это делать, немного отвлечемся. Я задал рамку немного неудачно. Обрезал девушке ноги. Давайте вновь активируем строку изменения рамки и скорректируем точки. Все, рамка создана. Теперь уже правильная и радует нас. Начнем преобразование. Вот таким образом произвели искажение объекта. Но тут у нас вылез косячок. Это происходит не всегда. Но так как мы очень сильно деформировали рамку, на свободном от нее месте появился фрагмент тела девушки. Чтобы его убрать, у нас есть та самая третья строка в окне настроек инструмента. Заливать исходную позицию рамки цветом. Нажимаем. Фрагмент удалился. Учитывайте, что данный способ заливки цветом подходит только для изображения на таком однотонном фоне, как сейчас, или на прозрачном фоне. Панель настроек данного инструмента мы разобрали. Давайте разберем, как использовать данный инструмент на практике. Сделаем копию слоя для дальнейшего сравнения и попробуем произвести преобразование по рамке, а именно произведем небольшую коррекцию фигуры девушки. При работе с данным инструментом учитывайте, когда в ходе деформации рамки мы сдвигаем точку, деформация в разной степени отражается на всей рамке. Поэтому обычно после перемещения одной точки необходима коррекция и других. Вот что у нас получилось. Другой вариант. Добавим новое изображение. Лицо человека. Файл открыть. Давайте забубеним ему бороду. Бороду я скачал из интернета. Просто ввел борода PNG и скачал изображение на прозрачном фоне. Но если вам нужна какая-то конкретная борода с какого-то конкретного изображения, вы можете сделать данную заготовку сами. Я сейчас не буду тратить ваше время, как это делать. Если интересно, посмотрите соответствующее видео на моем канале. Ссылка горит в верхней части экрана. Мы же добавляем в наш проект бороду. Файл открыть как слои. Борода добавилась. Выбираем инструмент масштаб и делаем примерную подгонку размера бороды. Борода у нас получилась соответствующего лицу размера и расположена хорошо по отношению к рту. Но вот здесь сбоку, вот эти бакенбарды, получились широковато. Их мы и подкорректируем инструментом преобразования по рамке. При этом постараемся сильно не исказить бороду в области рта и нижней части. Вот такой у нас получился гламурный дровосек. Вот такой у нас получился гламурный дровосек. У бороды немножко отличается цвет от цвета волос. Исправим это инструментом тонирования. Причем цвет можем не задавать вручную, а выбрать его с помощью вот этой пипетки. Аналогичным образом можем поменять прическу человеку и произвести ее коррекцию при помощи данного волшебного инструмента преобразования по рамке. Продолжение следует... А у меня на сегодня все. Если вам нравится глумиться над фотографиями людей, не забывайте подписаться. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...